Здравствуйте, коллеги! Итак, сегодня у нас первая встреча. Самая первая встреча и, наверное, один из важных моментов, который каждый из психологов должен знать, это нормативное регулирование деятельности психолога и то, каким же образом вести документацию. Сегодня мы с вами поговорим, что мы должны делать, как это фиксировать в документах и каким образом мы должны учитывать те нормы правовые, которые действуют над деятельностью. И напоминаю, что наша школа, занятия школы проводятся в рамках региональных вебинаров для педагогов-психологов по оказанию психологической помощи, методической поддержки именно в школах. Но если вы работаете в колледже, то в принципе ваша деятельность регулируется теми же нормативными документами, и вы можете какую-то часть информации, в том числе требования к ведению документации, применять и в своей профессиональной деятельности. И давайте с вами посмотрим, прежде всего, на какие документы психологическая служба должна опираться. Итак, начиная от закона об образовании и нового закона о статусе педагога, который сейчас как отдельный создан, и он содержит несколько статей, которые закладывались ранее в законе об образовании, теперь были исключены и вынесены в отдельный закон. И теперь вот этот закон регулирует в принципе наши права, обязанность, ответственность и так далее, но мы сейчас на каждом законе остановимся более подробно. Это и трудовой кодекс, это и постановление правительства о типовых штатах, когда мы говорим, сколько ставок в школе должно быть и так далее. Также квалификационные должности и характеристики, то есть что мы должны выполнять, какими компетенциями владеть. И, соответственно, правила деятельности психологической службы и другие документы, на которых мы сейчас более подробно остановимся. Ваша задача сейчас, во время слушания, пожалуйста, просто фиксируйте для себя, какие из законов вы знали, что для вас было новым, будет новым, например, а что было неизвестным, и вы вновь с этим познакомитесь, а что было известно. Потому что мы после обзора документов вернемся к вашим знаниям и посмотрим, насколько же это было актуально и полезно. Итак, давайте посмотрим на наши документы. Первый, кроме основных документов у нас есть еще несколько, это Этический кодекс психолога, в том числе в Казахстане, Государственная программа развития образования, которая действует с 2020 и по 2025 год, Конвенция о правах ребенка, Закон о правах ребенка, Кодекс о здоровье человека и могут быть еще другие документы, которые так или иначе нам нужны при проведении работы. И мы вот сейчас вернемся еще к локальным документам, на которые мы должны опираться. То есть мы посмотрели, есть государственные документы, международные документы, но также и локальные нормативные акты, которые должны быть обязательно в каждом учреждении, без них мы никак не справимся. И эти акты нормативные распределяют наши полномочия между друг другом, если в школе, допустим, работают два или три психолога, определяют нашу нагрузку. Также осуществляют управление и координацию нашей деятельности, распределение функций руководства и контроля между администрацией, а также наш режим работы, например, при помощи утвержденного графика. Все эти документы так или иначе нам нужны, и мы должны выполнять их требования. И вот давайте с вами пройдемся по основным документам. Прежде всего наши казахстанские документы – это закон об образовании. Он регламентирует компетенцию полномоченных органов в области образования и также местных представительных органов, то есть акиматов, отделов образования и непосредственно учреждений образования. Кроме того, в рамках закона об образовании описано, что местный исполнительный орган должен разработать правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования. И наверняка в каждом регионе уже такие правила есть, и если у вас нет, то в принципе мы тогда должны обратиться в исполнительный орган, то есть городской отдел образования, для того, чтобы эти правила все-таки получить. И закон об образовании также регламентирует организацию учебно-воспитательного процесса, поскольку психолог является частью учебно-воспитательного процесса, а также он влияет на процессы, происходящие в коде образования и воспитания, то такие особенности тоже важно знать. Если вы подробно почитаете, даже не весь закон, а те статьи, которые сейчас отражены на слайде, вы уже в принципе сможете ориентироваться на какие-то особенности и аргументировать свою работу и сопровождать ее, подковывать себя, подстраховывать себя. Следующий закон, закон о статусе педагога, в нем расписаны права и ответственность нас, как педагогов в том числе, и расписана нормативная нагрузка. Обратите внимание, что достаточно много вопросов возникает с тем, какая же у нас должна быть нормативная нагрузка. Так вот, закон о статусе педагогов говорит нам о том, что мы, как педагоги, должны иметь 18-часовую и 16-часовую нагрузку, если мы работаем в организации среднего образования. Но с сентября 2021 года у нас будет уже 16-часовая нагрузка, потому что пункт этот введен в закон о статусе педагога именно с таким пояснением. Кроме того, в этом законе также регламентируется профессиональная подготовка и повышение квалификации. Да, Анастасия Геннадьевна, вы подняли руку, слушаю вас. Анастасия Геннадьевна, вы подняли руку, слушаю вас. Докторическая часть – это диагностическая работа, непосредственное взаимодействие с детьми, с родителями, с педагогами. Это коррекционная работа, это профилактическая, то есть непосредственный выход на нашу аудиторию. Остальная работа 22 часа – это уже методическая работа, включает в себя подготовку, просчет, анализ, мониторинги различные и так далее. Далее, давайте посмотрим на следующий документ, трудовой кодекс. Наряду с тем, что он регламентирует прием на работу и ваши должности, он еще и определяет регламент работы и социальной гарантии. И поскольку мы с вами, как педагоги-психологи, относимся к штатным работникам, штатным сотрудникам, то, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, наша недельная нагрузка составляет 40 часов. Мы не относимся к какой-то особой категории, которая говорит о том, что у нас 36 часов. Мы иногда путаем с положениями Российской Федерации, поскольку у них труд психолога относится к тяжелым профессиям, то у них предполагается сокращение на 4 часа, и они работают 36 часов. В нашем трудовом кодексе предусмотрена нагрузка, единая для штатных сотрудников, это 40 часов в неделю. И если мы с вами совмещаем какие-то должности, работаем по совместительству в других организациях, то наша нагрузка не должна превышать 4 часа в день. То есть, если я 8 часов на основной работе работаю, то не более 4 часов на работе по совместительству. В целом же, если вы работаете в школе даже на полторы ставки, то ваше рабочее время, с учетом дополнительной нагрузки, не должно превышать 40 часов в неделю. И это все прописано у нас в трудовом кодексе. Если какие-то вопросы возникают, познакомьтесь с этим более подробно. Я сегодня делаю только некоторые акценты по нашей работе. Далее, приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан об утверждении перечня должностей педагогов. Этот приказ сравнительно новый, он был выпущен в апреле только этого года. И здесь очень интересные такие вещи. Если мы раньше были, педагоги-психологи, приравнены к педагогическим работникам, и, соответственно, возникали некоторые вопросы при оплате труда, при повышении квалификации, то сейчас в отношении оплаты труда, продолжительности рабочего времени, отпуска, социальных гарантий, психолог организации образования относятся к педагогам. И, соответственно, если мы, опять же, я вас фиксирую, относимся к педагогам, и в законе об образовании, в законе о статусе педагога прописана нормативная нагрузка на педагога, то вот 18 часов на одну ставку предусмотрено на практическую работу. И вы видите, что это непосредственное взаимодействие, как я уже ранее сказала, с обучающимися родителям и педагогами. Остальные 22 часа могут выполнять такую вот методическую часть, аналитическую, повышение квалификации, самообразование и так далее. И для того, чтобы эти нормы соблюдать, если вы работаете на полторы ставки, соответственно, у вас будет не 18 часов практической работы, а 18 и еще 9, потому что у нас полставки, то есть это будет уже 27 часов нагрузки, так же, как у педагогов. И, соответственно, я должен планировать в неделю именно эту часть практики и придерживаться этого. Таким образом, количественные показатели будут просчитываться, и таким образом вы можете показывать результат своей работы. То есть, если вам говорят, вы мало делаете, то вы четко показываете, вот у меня 18 часов в неделю на ставку есть, а мало может быть всегда. Поэтому у вас регламентация должна быть задач и практических часов. Если вы вырабатываете 18 часов в неделю на ставку, этого достаточно для практической деятельности. Больше можно, но это уже ваше личное желание. Далее. Очень много вопросов возникает о том, сколько ставок должно быть психолога в школе. Так вот, у нас есть такое постановление правительства об утверждении типовых штатов работников государственных организаций образования, номер 77. И он регламентирует количество ставок в образовательном учреждении. Не только психолога, обратите внимание, здесь расписаны ставки всех работников. Соответственно, например, для общеобразовательных школ табличка представлена вот такая, как сейчас на слайде. Для школа-комплекс детский сад другая табличка, для детских садов другая, для ТИПО другая и так далее. И, соответственно, вы можете увидеть, я желтым для вас выделила, что, например, до 6 классов комплектов, это у нас 0,5 ставки психолога. Как только это количество классов комплектов увеличивается от 6 до 10, то это у нас уже одна ставка. И вы, в принципе, видите, что пока у нас не будет в школе 21 класс комплект, у нас все время будет одна ставка на школу, на образовательное учреждение. Соответственно, иногда нам кажется, что у нас слишком много работы, и администрация должна нам выделить какие-то дополнительные ставки. К сожалению, вам скажу, что наша администрация тоже ограничена вот этим вот постановлением правительства. Она регламентирует свою деятельность. Она не может выбирать, сколько мне ставок нужно, а сколько не нужно. Поэтому, пожалуйста, когда вы хотите, чтобы у вас было больше ставок, сначала проверьте постановление, это посмотрите в него, загляните. Кроме этого, в это постановление вносились некоторые изменения. И здесь есть такие пояснения о том, что при наполняемости классов больше 25 человек допускается вводить дополнительную ставку психолога. Опять же, это на усмотрение администрации. И, соответственно, как я уже сказала, такие таблицы представлены и для общеобразовательных школ, и для лицеев, и для гимназии, и для ТИПО, и для всех других учреждений, в том числе и доп. образования. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Еще хочу сказать такую новость, что Комитет по охране прав детей сейчас дорабатывает вот это вот распределение штатных единиц в зависимости от числа классов комплектов. И я надеюсь, что эта цифра будет изменена в нашу пользу. Например, если 6 классов комплектов это 0,5 ставки, то когда мы говорим о 12 классах комплектов, это одна, а когда мы говорим о 18 классах комплектов, это уже 3 ставки. А мы видим, что здесь от 21, только полторы. Поэтому я надеюсь, что вот эти вот предложения, которые вносились нами на протяжении нескольких лет, будут учтены, и Комитет как-то расширит нашу возможность и увеличит ставки. Опять же, как только увеличатся ставки, увеличится доля практической работы. На это, пожалуйста, обращайте внимание. Следующий приказ, который регламентирует должности, квалификацию, должностные обязанности психологов, в том числе, вообще педагогических работников и психологов в том числе. Сразу скажу, что должностные обязанности у психологов типа дошкольного образования школы разные, там есть некоторые акценты. Кроме того, в этих типовых квалификационных характеристиках расписаны требования к квалификации. Например, какое образование вы должны иметь. Если, например, у нас образование российское или европейское образование, то мы должны пройти нострификацию. Это тоже регламентируется как этим приказом, так и законом об образовании. Поэтому это тоже нужно обязательно учитывать. Если вы хотите получить дополнительное образование, то тоже это учитывайте. Кроме того, этот приказ используется для сформирования должностных инструкций на местах. То есть должностная инструкция не может быть выдумана просто так, директором, завучем или психологом. Эта инструкция составляется на основе данного приказа. Кроме того, если в школе работают два психолога, то в этих должностных инструкциях четко распределяется нагрузка. Например, я работаю с младшими классами и до седьмого или до шестого, а другой психолог работает с седьмого по одиннадцатый класс. Или, может быть, у вас будет по направлениям. Один психолог курирует воспитательную работу, то есть с завучем совместной связки по воспитательной работе и все, что касается процессов, допустим, вредной привычки, профилактика суицида, укрепление психического здоровья. Это все такой воспитательный аспект. Второй, допустим, работает с учебными завучами и направление учебное курирует. То есть если вы каким-то образом распределяете нагрузку и курируемые направления на местах, то это обязательно должно быть закреплено в должностных инструкциях. Иначе при увольнении вашего коллеги вы не сможете доказать, что это не ваше было направление. Поэтому, когда вы подписываете должностные инструкции, а они должны быть подписаны при приеме на работу и при внесении каких-либо изменений, в том числе в нормативных актах, то вы обязательно изучайте и будьте внимательны к этому направлению. Поскольку, если аттестация, допустим, раньше была, сейчас, допустим, какая-то проверка на местах, будут спрашивать с того, кто курирует это направление. А если этого распределения не осуществляется, то, соответственно, будут спрашивать и с того, и с другого. Следующий приказ – это приказ по аттестации. Айфон тут у меня поднял руку, пожалуйста, что-то хотели сказать? Если вы хотите что-то сказать, фиксируйте, пожалуйста, вопрос в чате. И я перехожу еще к одному приказу, который достаточно важен для нас. Это проведение правил проведения условий аттестации гражданских служащих в сфере образования и науки и педагогических работников в том числе. Эти приказы достаточно часто меняются. И вам нужно понимать, что вот этот приказ, он в нескольких вариантах. Вот я вам предложила в первом списке две версии, первичную и ту, которая с последними изменениями. Но для того, чтобы вам быть, так сказать, в потоке и владеть информацией о том, как вы можете аттестоваться, какие у вас приоритеты должны быть или на что вы имеете право и как подготовиться к аттестации, то вам нужно почитать, внимательно ознакомиться со всеми приказами и изменениями, начиная с самого первого, потому что, когда публикуются только изменения, первый приказ, он, как правило, упускается и забывается. Поэтому, смотрите, пункт 11 регламентирует повышение квалификации и аттестации, в том числе, претендущих на категории по новой системе аттестации, педагог-модератор, эксперт-исследователь и мастер. Дальше, то есть там четко прописано, что мы должны делать, какой стаж у нас должен быть для того, чтобы эту категорию получить. Расписаны особенности получения категории, в том числе, досрочно, если я хочу аттестоваться, правила подачи документов и подтверждения о присвоении категории, а также прохождение квалификационного тестирования. Очень кратко можете сделать скрин экрана, вот здесь предлагаются требования к получению категории, для того, чтобы вам не искать, я отразила это на слайде, кому удобно, кому нужно, сделайте, пожалуйста, скрин, и можете почитать, чтобы не искать, тем более, сейчас у нас в декабре осуществляется подача заявлений на следующий год, в связи с изменениями, внесенными в последней версии этого приказа, мы должны подавать заявление в декабре на следующий год, и вы знаете, что аттестовываться мы будем, можем подавать заявление на прохождение тестирования дважды в год и проходить тестирование тоже, соответственно, аттестационные комиссии у нас заседают тоже два раза в год по принятию решений относительно повышения квалификации работников. Далее, значит, еще один важный документ, о котором я уже частично сказала, это правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования, они и есть тот документ, который мы должны знать наизусть от и до, поскольку они регламентируют цели и задачи деятельности психологической службы, те направления, в которых мы должны функционировать и главное их содержание, чем они наполняют все эти направления. Дальше, в этих же правилах прописаны требования к условиям работы, то есть, если некоторые из вас говорят, что у меня нет кабинета, или там я работаю в кабинете, где много людей, вот в этих правилах четко прописано, что должно быть, кто должен осуществлять контроль и руководство, как я должен с кем-то взаимодействовать и так далее. Особенно это касается тех вопросов, когда вы задаете нам такие и обращаетесь за помощью по распределению руководства и контроля, например, когда психолога закрепляют за завучем по воспитательной работе, например, или за завучем по учебной работе, то есть, курирование деятельности психолога возлагают на кого-то из завучей. Обратите внимание на эти правила, там четко прописано, что курирует деятельность психологической службы директор. И на следующем вебинаре мы с вами посмотрим, как осуществляются взаимодействия с администрацией, как мы можем, как осуществляется контроль руководства и как мы можем управлять образовательным процессом, исходя из той системы, которая нам предложена в этих правилах деятельности. Кроме того, правила регламентируют наши права, обязанности и ответственность, то есть, мы часто говорим, что нарушаются наши права, так вот, прочтите, пожалуйста, эти пункты для того, чтобы четко понимать, что нарушается и почему или не нарушается вообще. И еще расписаны требования к ведению документации, но даже не требования, я бы сказала, а просто отражается документация, которая должна быть у психолога. А вот требования к ведению документации, они остаются как бы по умолчанию, за пределами понимания, то есть, они остаются на усмотрение психолога, но мы для вас подготовили сегодня некоторые моменты по ведению документации, и я надеюсь, что сегодня мы с вами все успеем посмотреть и внимательно я отвечу на все вопросы. Я вижу, что здесь появляются вопросы, чуть позже отвечу на них, да, пишите, спасибо большое, что вы пишете, я вас вижу. У нас должна быть трансляция на YouTube-канале, но я не знаю, удалось ли ее запустить, я надеюсь, что все-таки это будет, но у вас будет уже сама презентация, вы сможете на нее посмотреть еще. Давайте пойдем дальше теперь и посмотрим, да, вот эти правила, как я уже сказала, они разрабатываются в регионах, на уровне вашего отдела образования, района или города, и они переданы в соответствии с законом об образовании в компетенцию местных исполнительных органов. пожалуйста, вот здесь представлено, например, постановление об утверждении правил деятельности психологической службы Восточной Казахстанской области. Я думаю, что в каждом регионе такие правила есть, и поэтому, пожалуйста, обратитесь в свой исполнительный орган, к вашему куратору, те, кто вас сопровождают, и вам помогут найти эти правила, если их у вас еще нет. И давайте теперь вернемся, непосредственно пройдемся по этим правилам, что же они регламентируют. Мы с вами сказали, что цели и задачи психологической службы в организациях среднего образования это прежде сохранение психологического здоровья, создание благоприятного климата и оказание психологической поддержки. Смотрите, достаточно широкая цель, но тут не говорится о лечении, тут не говорится об отработке каких-то проблем, которые выходят за компетенцию психолога, но между тем говорится о сохранении и укреплении психологического здоровья. соответственно мы должны предположить и в своих задачах деятельности психологической службы предусмотреть также эти три важные цели сохранение психологического здоровья, создание благоприятного климата и оказание поддержки. То есть вот эти ключевые моменты, на которые мы должны обращать внимание обязательно при планировании. И сегодня после завершения нашей работы мы вам предложим домашнее задание по планированию, там вы посмотрите как раз требования к плану и будет более подробно расписано, какие цели и задачи как мы должны ставить. Итак, посмотрите на слайд, пожалуйста, у нас достаточно много задач, которые раскрывают эту цель, в том числе если мы говорим о, допустим, сохранении психологического здоровья и создании благоприятного климата, это вот про третью задачу, когда мы способствуем индивидуализации подхода к каждому обучающемуся, и мы это можем делать через педагогов, это не значит, что я, психолог, должен каждого, например, из 550 учащихся обследовать или каждому подойти и каждому оказать консультативную помощь. Нет, часть подхода мы реализуем через свою работу, часть через педагогов. Далее, если мы говорим о создании таких условий для образования, то здесь обязательно идет речь о диагностике и развитии как развитии потенциала, то есть диагностику мы проводим не ради диагностики, а для того, чтобы педагог мог ориентироваться, видеть зону ближайшего и дальнего развития каждого ребенка и уже на это как-то ориентироваться. Ну и соответственно здесь вы видите оказание консультативной помощи родителям, педагогам, повышение компетентности всех участников образовательного процесса и другие задачи. Тоже можете сделать скрин экрана и более подробно с этими задачами познакомиться. И правила деятельности психологической службы естественно включают документацию и обратите внимание обязательной документации у нас всего 9 пунктов. 9 пунктов обязательной документации. Остальная документация является дополнительной внутренней документацией. И мы сейчас с вами в ходе нашего вебинара пройдемся по каждому из этих пунктов и посмотрим какие есть особенности введения документации той или иной. И вы можете увидеть, что 8 пункт предполагает несколько журналов. Он так разворачивается. и мы понимаем что за работа и как она должна быть фиксироваться. Давайте пойдем дальше. Сначала я хотела бы вас акцентировать на общих требованиях к введению документации. Поскольку документация является единой для психологической службы, которая осуществляет деятельность в рамках образовательного учреждения, то она не может вестись отдельно одним психологом отдельно другим. это единые журналы, которые имеют журналы, папки, которые имеют единый номенклатурный номер и которые обязательно ведутся на двух языках и хранятся в кабинете психологической службы. Дальше. Если мы говорим о документации, которая носит конфиденциальный характер, особенно если мы говорим о диагностике суицидальных рисков, еще каких-то моментов важных, то она осуществляется, вернее, может быть доступна педагогам или другим лицам только с согласи ребенка и родителя. Соответственно, мы здесь опираемся на этический кодекс психологии. Далее. за качество ведения документации несет ответственность педагог-психолог. И если у нас в учреждении осуществляют деятельность два педагога-психолога или больше, то, соответственно, каждый из них несет ответственность за свое направление. И в этом случае есть много споров, например, говорит, один психолог говорит, вот, я все веду, а другой за этим не следит. Поэтому я и говорю, что в должностных инструкциях должна быть прописана четко ответственность. Если у вас этого нет, пожалуйста, проследите и допишите эти, так сказать, дополнения, утвердите их. и еще один очень важный момент. Участь, да, по школам достаточно часто меняются психологи, поэтому обязательно при кадровой смене ведется прием-передача документации и составляется акт приема-передачи. В том случае, если я увольняюсь, а нет человека, которому нужно передать, я передаю это либо другому психологу, либо курирующему завучу, либо кому-то еще. В этом случае акт подписывается и далее за сохранность документации несет ответственность тот, кто подписал этот акт. это очень важный момент, поскольку многие из нас приходят в школу на новое место и не могут найти вообще документы или, например, не могут изучить, что уже делалось и начинают делать все заново. Поэтому, пожалуйста, на вот этот момент учитывайте. Соответственно, единые формы документации, а формы эти могут также корректироваться, то есть мы с вами сейчас рассмотрим такие рекомендательные формы, ну, а вы в школе внутри учреждения можете, так сказать, уже корректировать по согласованию с администрацией, это зависит от типа учреждения, от каких видов, от того, какие потребности есть у администрации, что вы хотите мониторить, что вы хотите корректировать или контролировать. Соответственно, это можно утвердить локальным документом, который регулирует введение исполнительной документации. И здесь еще есть некоторые вопросы, например, о том, что психологическая служба может ввести базу электронную, но в этом случае я тогда несу ответственность за сохранность этой документации в электронном виде. Это не значит, что я могу сказать, что вот у меня где-то была справка, а я теперь ее не могу найти, у меня компьютер не сохранил. Такого быть не может, поэтому если вы не уверены, что у вас в электронном виде эта документация сохранится, то вы, пожалуйста, введите ее в бумажном виде и, соответственно, дублируйте, например, на разных электронных носителях для того, чтобы доступ к информации был всегда. И, соответственно, материальное обеспечение ведения документации, соответственно, вы тоже должны быть обеспечены определенными документами, бумагой и так далее, потому что вы знаете, что для психолога достаточно много бумаги требуется, особенно для проведения исследований. Ну и, в общем-то, здесь еще есть пункт про то, как вносить изменения, если мы допустили ошибки, как в любой отчетной документации она должна вестись разборчиво, четко, если мы допускаем исправление, особенно если это в ручном варианте, когда я пишу от руки, хотя сейчас очень мало это ведут, обязательно запись должна быть разборчиво зачеркнута, разборчиво исправлена и поставлена подпись того, кто исправил внесенные, допустим, изменения внес или цифры, или слова какие-то ошибочные. Не допускается изменений обычно в характере, допустим, органов внутренних дел, ПМПК и так далее, то есть здесь старайтесь, пожалуйста, не допускать текстовых ошибок и цифровых ошибок, особенно если вы набираете, например, на компьютере, используете как шаблон, и потом можно просто механически забыть исправить какую-то цифру, да, и она может выступить как ложная, поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. Ну и теперь давайте пройдемся по всем видам документации, вот это план работы, он может выглядеть вот таким образом, может быть в виде сетки, то есть то, как вам удобно, главное, чтобы в этом плане отражались каждое из направлений, и вы посмотрите требования к планированию, и уже более подробно с этой формой ознакомитесь и будете ее вести, поэтому я не останавливаюсь на этом, пробегаю так быстренько, да, к нашему плану обязательно подкрепляется или прикрепляется график рабочий, наше время, как вы знаете, составляет 40 часов в неделю, я, например, могу распределить его в зависимости от смен в школе, да, первая смена или вторая, тому, как удобно, но мы должны предусмотреть, что 40 часов это практическая работа, но здесь еще у нас есть обед, согласно трудовому кодексу, он должен составлять не менее 30 минут, если рабочее время у вас составляет 4 часа и более, если вы работаете, например, в субботу 3 часа, то вам обед ставить не обязательно, если же вы работаете 4 с половиной часа, то обед должен быть предусмотрен в графике обязательно, и, соответственно, например, с понедельника по пятницу я работаю по, допустим, 6 часов, и у меня предусмотрен обед час, да, то, соответственно, это уже, посчитайте, 36 плюс 5, 41, и плюс в субботу остаточные часы я работаю, 4 часа, и плюс, допустим, 30 минут на обед, соответственно, смотрите, как у нас двигается рабочий график, пожалуйста, считайте внимательно, эти графики иногда проверяют даже, ну, вот когда проводят мониторинг деятельности учебного заведения. Далее, форма третья, да, вот мы с вами знаем, что первая форма это у нас правила деятельности психологической службы, вторая форма это план работы, более подробно вы о нем с этой формой познакомитесь на домашнем просмотре дистанционно, и сейчас форма третья, форма третья предполагает требования к авторским программам, что это такое, то есть вы можете иметь в своем арсенале какие-то программы, которые вы составляли сами, либо вы имеете программы, которые составлял кто-то другой, например, вы взяли их из какой-то книги, но они вам очень подходят, да, в этом случае вы должны их проверить на соответствие требований, и вот здесь обязательные условия, то есть в программе должна быть обязательно пояснительная записка, в которой описывается наряду с целями и задачами программы структура занятий, их продолжительность, возраст, для которого рассчитана эта программа, те результаты, которые я ожидаю, и критерии оценки эффективности. Кроме того, указываем актуальность, в том числе для нашего учреждения, если я составляю программу именно для нашей школы конкретно. Далее, к программе предлагается тематический план, вы знаете, что там указывается тема, да, и количество часов на каждую тему, часто указывают еще и формы работы, но это уже не обязательно, в зависимости от того, какие требования у вас предъявляются координационно-экспертным советом на уровне методических кабинетов района и города. Далее, в этой же программе прописывается полное содержание по разделам не только один тренинг или одно занятие, а полностью все темы в раскрытом виде. И литература, которую мы используем, кроме того, можно туда прикладывать какие-то приложения, то есть это стимульный материал, диагностический материал, бланки, рекомендации, какие-то видеоматериалы, электронные материалы. Таким образом, если вы будете следовать вот этим требованиям к оформлению авторской программы, вы смело можете предлагать эту программу на рассмотрение координационно-экспертного совета и, соответственно, после утверждения можете использовать ее внутри школы. Есть такие моменты, когда у нас есть авторские программы, уже готовые, я уже говорила, и в этом случае вы, это не требует дополнительного утверждения на координационно-экспертном совете, вы просто в рамках методического совета образовательного учреждения вместе с замом, который регулирует вот эти вопросы, занимается методикой преподавания, курирует эти вопросы, обычно это замочек по учебно-методической работе, вы с ним на методсовете рассматриваете программу и смотрите, насколько она, ну, так сказать, целесообразна к применению в вашей школе. Соответственно, далее она вносится в вариантный блок этих программ и применяется. И вот дальше у нас, смотрите, не так-то все просто, мы должны с вами составить перечень программ. То есть, например, для коррекции или там для обеспечения адаптации учащихся первых классов я использую программу Урунтаевой-Афонькиной. Да, я пишу название программы, автора и для кого она предназначена. Например, для учащихся девятых-десятых классов по профориентации я использую там, допустим, программу Выбор есть всегда, да, или там еще какую-то программу. Для чего это нужно, коллеги? Посмотрите, обычно, если такой перечень не составляется, его нет в документах психолога, то когда новый человек приходит в образовательный процесс, да, он начинает искать какие-то новые программы, он не может завершить тот процесс, который начал, например, предыдущий психолог. И также, если мы знаем, что у нас есть цель образовательного учреждения, и все программы и диагностические исследования должны быть подчинены соответственно, задачи, то когда мы меняем программу, у нас, соответственно, меняется результат, меняется качество, и поэтому, пожалуйста, такие списки составляйте, утверждайте и руководствуйтесь ими. Форма 4. Методические разработки психологических занятий, тренингов. То есть сюда мы в эту папку вкладываем любые разработки наших тренингов, занятий, все, что мы используем в профилактических целях, в коррекционных целях. Мы можем прикладывать большой развернутый материал, можем тезисные материалы, но для того, чтобы этот документ имел силу, нам нужно обязательно подкреплять вот это занятие листом регистрации. То есть если я сходила и провела тренинг, например, по укреплению психического здоровья у учащихся 9 классов, я сделала лист регистрации, в котором записались все дети, которые принимали участие, и этот лист регистрации прикрепляют к тренингу. Кроме того, вот эту работу я фиксирую в журнале групповой формы работы. Это понятно, я надеюсь, да, коллеги? Смотрите. Дальше. Форма пятая. Предполагает наличие перечня и банка данных психодиагностических методик. То же самое, что мы говорили сейчас о программах, также мы составляем единый список диагностических методик. И когда, например, другой психолог пришел, я уже вижу, чтобы мне на этапе первичной диагностики, например, мой предыдущий психолог провел срез, я должен мониторинг провести по тем же методикам. Я беру не какие-то свои, которые я знаю, а те, которыми пользовался предыдущий психолог. Только тогда мониторинг будет эффективным, он будет валидным и так далее. Поэтому смотрите, какой блок можно распределить по классам, например, какие методики я беру для первых классов, для вторых, пятых, одиннадцатых и так далее. То есть для каждой параллели классов, если мне требуется исследование. Такие блоки методик обычно утверждаются на 3-5 лет и используются психологической службой для отслеживания качества образовательного процесса. Далее давайте пойдем дальше. Форма 6 предполагает индивидуальные портреты психологического развития обучающихся и групповые психологические портреты. Они могут выглядеть по-разному. Например, вот здесь психологический портрет класса, например, определенного. Что мы обычно делаем? Мы составляем такие таблички, в которых указываем, например, результаты диагностики по той батареи методик, которую мы проводили. Например, первый класс мы обязательно смотрим готовность к школе, смотрим адаптацию, например, мотивацию или самооценку еще в зависимости от того, какие у вас задачи стоят. И, соответственно, при помощи условных знаков, например, уровень готовности высокий, степень адаптации высокая, тип мотивации, мотивирован, и так далее. То есть такие краткие сводные таблицы, где я могу четко видеть по каждому блоку, например, уровень готовности к школе высокий у 30% детей, низкий, например, у 2% детей, или, может быть, наоборот, и так далее, по каждой методике. То есть вот такой как бы групповой портрет, который собирает данные, психологические данные о результатах обследований. И ранее вот эти психологические портреты, индивидуальные, они хранились в личных делах, но сейчас, в соответствии с тем, что у нас отменились, отменился приказ о ведении документации номер 19, и сейчас у нас очень мало документов, которые заполняются педагогами, поэтому психологические портреты хранятся только у вас, и, в общем-то, я думаю, их достаточно, потому что в разрезе этих групповых портретов видна индивидуальная динамика каждого ребенка, то есть нет необходимости тогда расписывать индивидуально каждого, каждого ребенка, а вот в такой таблице это достаточно удобно сделать. Далее, форма седьмая, обратите внимание, как оформляются результаты обследования, очень часто мы пишем в свободном каком-то там, ну, в свободных рассуждениях наше заключение, рекомендации, что очень важно учесть, когда мы формируем заключение. Заключение – это все-таки такой маленький научный документ, в котором есть гипотезы, да, какие, которые мы выдвигаем, и они подвергаются, так сказать, опровержению или оспариванию. Соответственно, мы должны обязательно указать цель, например, изучение степени адаптации учащихся первых классов, указать перечень методик, которыми я пользуюсь, например, в очков методика домики, да, или там керна и расика, да, если мы говорим о готовности в школе, количество респондентов, сроки проведения и результаты непосредственно описываем, количественные данные, которые представлены в таблицах, могут быть в графиках, и текстовая обобщенная интерпретация данных, кроме того, мы формулируем выводы по результатам исследований, в том числе противоречия, если они замечены, и выдаем рекомендации по результатам исследований. очень важно обращать внимание на то, что когда мы пишем рекомендации, они не должны касаться только психолога, рекомендации это для всех участников образовательного процесса, в том числе для педагогов, в том числе, если нужно, для заместителя, в том числе для родителей, да, это не значит, что я исследование провел, его сам почитал, себе придумал, что нужно провести коррекционную работу, рекомендации провести родительское собрание, рекомендации, допустим, взять на индивидуальный контроль и на углубленную индивидуальную коррекцию там таких-то, таких-то детей, а дальше стоп, нету, да, такого не может быть, рекомендации должны быть направлены на всех участников образовательного процесса, поскольку наша функция, вспомните и цель, создание условий для получения образования, создание благоприятных условий, поэтому условия эти создаёт не только психолог, задача психолога показать, что не так и направить, и в этом как раз вот такая управленческая функция. Кроме того, значит, по результатам можно использовать ещё, и многие это используют, психологический анализ урока, поскольку мы в период адаптации, например, учащихся в пятом классе, в первом, достаточно часто выходим на уроки и смотрим, как же взаимодействует педагог с детьми, или, например, если у меня поведенческие проблемы, если поведенческие проблемы, так лучше слышно, Жанар, вы пишите, что плохо слышно, так лучше. Смотрите, то есть мы, если проблемы с трудным ребёнком, тоже можем использовать вот такие карты наблюдения или анализа урока, да, и в зависимости от того, что мы ставим, какую цель наблюдения, такая должна быть и карта. Например, если я ориентируюсь на, допустим, у меня классно обобщающий контроль и моя задача развития познавательных процессов на уроке, да, и тогда я вот смотрю, как здесь на слайде, какие приёмы развития мышления использует педагог, как он управляет вниманием, как он обеспечивает восприятие материала, как он развивает мнемотехнические способности и так далее, как он направляет и корректирует. Если мы ставим, например, задачу наблюдения, обеспечения адаптации, то тут будут другие условия, понятно? И схемы, и таблицы могут быть вот для психологического анализа могут быть разными, это могут быть просто вот такие схемочки, где я подчёркиваю, да, и достаточно много таких уже готовых схем, главное, что вы когда их будете использовать, вы посмотрите, насколько они отражают ту цель, которую вы ставите. Так, Шинар, я вижу, что прерывается, скорее всего, это зависит от связи у вас, да, интернета и так далее. Далее, давайте пойдём дальше, мы можем использовать дополнительные формы обследования и представления документации, это, например, характеристики, которые мы представляем на трудных детей, например, на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, например, на психологомедико-педагогическую комиссию, когда мы делаем представление, да, и в этом случае у нас есть такая характеристика тоже или схема, но чаще всего мы в схеме не представляем, мы описываем в текстовом варианте, а схему мы можем использовать как для наблюдения. И обращаю ваше внимание, что когда мы пишем характеристику, да, обычно это комплексная характеристика такая на трудных детей или на ПМПК, то мы пишем психологический статус, а педагогические какие-то способности к учебной деятельности и так далее, пишет педагог. Вы можете представлять как отдельную характеристику психологическую, можете соединять их в единую характеристику, это уже зависит от того, как вы определитесь, ну, допустим, с классным руководителем или с курирующим завучем, социальным педагогом или социальным замом по социальной работе. Формы 8, коллеги, достаточно сложно, да, у нас уже час мы работаем, но давайте чуть-чуть еще поднапряжемся. Форма 8, это журналы регистрации, их несколько, в первую очередь это журналы регистрации групповых форм работы. Смотрите, любая наша работа, она должна быть зафиксирована, методическую работу мы фиксируем в программах, в разработках, да, а вот практическую работу мы фиксируем в журналах регистрации. Например, групповая работа может быть зафиксирована списками, но это достаточно трудно и долго, да, когда мы каждый раз пишем списки и пишем динамику по каждому ребенку. Я вам предлагаю использовать обычный школьный журнал. В этом случае, посмотрите, похоже у нас, на каждый класс, да, у нас есть отдельная страничка в журнале от первого до одиннадцатого. Каждый список заполняет, ну, например, классный руководитель. Я бы попросила, говорю, заполните, пожалуйста, своих детей в начале года. И если я, как психолог, выхожу, например, в первый класс на диагностику, я пишу вот здесь, смотрите, где дата занятия, я ставлю, например, девятое сентября, отмечаю энками тех, кого нет, да, и в теме занятия, вот здесь, как в журнале пишу диагностика готовности к школе. Дальше, я пришла на родительское собрание в этот же класс, уже в октябре, например, да, я пишу одиннадцатый октября, указываю дата, тема, например, профилактика или создание условий для успешной адаптации детей, родительское собрание. Отмечаю опять энками, кого нет, и так далее. Если я занимаюсь групповыми формами, коррекцию провожу или профилактику, я также пошла на первое занятие, поставила дату, отметила детей, которых нет. То есть, таким образом, мне не нужно будет дублировать каждый раз списки, и это очень удобно, потому что я на любую групповую работу журнал взяла и побежала, да. Дальше, обязательно мы должны в коррекционной работе или в профилактической указать динамику. Динамику вы можете обозначать какими-то условными обозначениями, например, положительная динамика плюсом, отрицательная, минусом, если ее нет, то равно, и затем, когда вы пишете заключение по итогам групповой работы, вы можете увидеть, что, например, допустим, Ильяс Рахимжанов не ходил на коррекционные занятия, у меня везде рынки, поэтому динамика у него отрицательная или ее нет, и когда вы пишете справку по итогам групповой работы, вы уже понимаете, что и как, то есть вы видите системно. То есть, вот достаточно удобная такая форма работы. Следующая форма это индивидуальные, индивидуальные работы наши. Обычно мы фиксируем в журнале консультаций, и очень часто мы забываем это делать, нам никогда нет времени, у нас руки не доходят до этого. И смотрите, здесь обычно мы пишем, так, тут у меня, да, полвозраст, то есть данные о том, кто к вам пришел, вы можете указывать класс или возраст, например, если это родитель в журнале, вы можете вести отдельный журнал для родителей и педагогов, но лучше это делать в едином журнале, для того, чтобы понимать, сколько вы индивидуальные работы провели, например, за неделю. Неделя прошла, я посчитала, сколько у меня индивидуальных консультаций прошло по журналу, и так я вижу, я норму выполнила 18 часов, плюсую я ее в групповой или нет. И соответственно, тогда, где возраст и класс, я пишу родитель 8-й А, допустим, или там педагог 9-й Б. Здесь мы кратко пишем повод обращения, то есть это с чем пришел к вам ребенок или родитель, а затем пишем проблему, то есть вот здесь в поводе обращения обычно мы пишем там пропуски уроков, то есть внешний локус жалобы, а в проблеме мы указываем уже внутреннюю проблему, например, конфликт с одноклассниками, или там конфронтация с педагогом, или снижение учебной мотивации, то есть почему он не ходит в школу, проблема пропуски занятий, а проблема может быть другая, или может быть комплекс проблем. Затем вы указываете результат консультирования, этот журнал также ведется на всю психологическую службу. Обратите внимание, что в результате я также могу указывать и домашнее задание, которое я даю, и рекомендации, которые я даю учителю, потому что если меня нет, а пришел ребенок, например, то меня может подменить моя коллега, и она откроет журнал и посмотрит, какие рекомендации давала, и дальше проведет необходимую консультацию, если это срочная экстренная помощь. Это тоже очень важно. Отвечу на все вопросы, вижу, спасибо. Следующая форма, форма девятая, вот мы с вами закончили, да, еще есть тут в журналах, может быть, журнал запросов, или еще какие-то журналы, которые вы можете предлагать для того, чтобы как-то фиксировать свою практическую деятельность. И последняя форма, форма девятая, это анализ нашей работы, в каждой школе пишется по-разному, кто-то пишет ежемесячно, кто-то ежеквартально, кто-то за полгодия, кто-то только за год, да, и посмотрите внимательно, что анализ должен содержать наряду с общими сведениями о психологах, то, каким образом я реализовал поставленные цели. Не просто описание процесса, что я ходил в первый класс, я ходил в пятый класс, а я пишу, насколько моя цель реализована. Первая задача, по первой задаче было то-то, 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 удалось это, не удалось это, недостатки такие-то, проблемы такие-то. Вторая задача, затем мы складываем проблемы, и исходя из тех проблем, на которые мы вышли в ходе анализа, мы формулируем другие задачи на новый учебный год. Это очень важно. И анализ школьной психологической службы вкладывается в анализ деятельности учебного заведения. Поэтому, когда вы пишете его, старайтесь очень грамотно следовать каким-то основам, составлением этого отчета и анализа. Анализ может подкрепляться количественными данными. Это диаграмма исследований, но я бы вам скорее рекомендовала подробно описывать все исследования, которые вы проводили в течение года. Я бы рекомендовала вам использовать общие количественные данные. Нет необходимости использовать, если это целью не предусмотрено, подробное описание процесса и коррекционной, и диагностической работы в пятом классе, если это не предусмотрено задачей. Поэтому, смотрите, можно использовать вот такую таблицу, когда я беру разные направления свои. Три у нас тут направления. Групповое просвещение, профилактика и консультирование, вернее, не групповое, а вообще профилактика, просвещение и консультирование, диагностика и коррекция. И здесь вы видите по классам разбито и по количеству проведенных занятий и охвату. Это вам позволит в принципе вывести процент охвата учащихся и каким-то образом понять, сколько вообще вы охватываете детей и каким видом работы. Например, в некоторых классах, может быть, вы когда проанализируете, а в некоторых и диагностики не проводятся вообще. То есть вот такая общая количественная, таблица количественных данных позволяет нам как-то комплексно взглянуть на нашу работу. Кроме того, для того, чтобы вам использовать цифры в портфолио и в аттестации, вы можете использовать мониторинг по количественных показателям по годам. Например, вот здесь таблица за 5 лет, какую работу я проводила по количеству, например, по охвату или по количеству мероприятий. Возможно, вы добавите процент охвата и укажете здесь только количество, но это все на ваше усмотрение. Далее, вот основные документы у нас завершились, мы рассмотрели все 9 форм. Хочу обратить ваше внимание, что в каждой школе могут быть дополнительные документы и вот на этом слайде представлены некоторые варианты, например, это тетради педагогических наблюдений, входящая какая-то документация или, например, портфолио педагога-психолога. Кроме того, это может быть отдельно вынесена профилактика суицида или профилактика наркомании или работа с группой риска. Это все зависит от тех требований, которые к вам предъявляет школа и которые согласовываются с вами. Соответственно, требования к портфолио у нас есть отдельные, это обычно компетенция городских или районных методических кабинетов и обычно вас этому уже учат. Кроме того, сейчас портфолио, еще требования к портфолио представлены в правилах аттестации. Ну и вот мы с вами закончили в принципе ту работу, которую я планировала и сейчас у нас есть время для обсуждения. Коллеги, готовы выслушать и ответить на ваши вопросы? Вот теперь можно включить камеры, я могу вас видеть. Сейчас пройдусь по вопросам в чате, да, коллеги? Было ли все понятно по формам? Дайте обратную связь. Тишина, ладно, хорошо. Итак, у нас вопрос первый. Колледжа касается этот приказ и должностные инструкции? Тшинар, да, должностные инструкции касаются всех работников, поскольку приказ номер 338 о типовых квалификационных характеристиках касается любых сфер деятельности психолога, в том числе системы ТИПО, поэтому там описаны требования и должностные обязанности психологов ТИПО. И вы на основе этого документа составляете свои должностные инструкции. Обязательно. Так, дальше. Здравствуйте. Если я в этом году получила категорию модератор, могу ли я подать заявку на следующую категорию от вопроса? Давайте вернемся с вами к нашей презентации. Вы, наверное, сделали уже скрин экрана. И вот у нас, смотрите, педагог-модератор. Обратите внимание. Требования. Педагогический стаж не менее трех лет. И, соответственно, я должен использовать инновационные формы, методы, средства обучения, обобщать опыт на уровне организации образования. Имеет победителей олимпиады или участников. Дальше, смотрите, я могу, имею право, через, когда я имею стаж не менее трех лет, то есть я до трех лет доработала, у меня три года стаж, я имею право подать на педагога-эксперта. Но посмотрите внимательно на требования. То есть, если я сейчас аттестовался и через год подал на эксперта, я должен за год отработать все те требования, которые предъявляются к педагогу-эксперту. То есть, я должен опять как-то демонстрировать свои инновационные формы, методы, средства, обобщить уровень опыт на уровне города или района, я должен иметь участников олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне города. И если вы вдруг за этот год наработали, у вас и семинаров много, и вы опыт обобщили в виде, например, какого-то пособия или на конференции как-то обобщили конкурсов, и вы сами в профессиональных конкурсах участвовали, то вам никто не запрещает, вы проходите квалтест и подаете. Понятно, да? Будьте внимательны, читайте, пожалуйста, внимательно правила, и тогда вы будете понимать, про что это. Так, дальше. Жебек. Если нет диплома именно психолога, можно ли подавать на категорию? Жебек, я вам больше скажу, вы не имеете права работать психологом, если у вас нет диплома психолога. это прописано в квалификационных требованиях, и если вы работаете психологом, вас взяли, за это могут штрафы такие приписать администрации, вообще это нарушение законодательства. работать психологом без образования недопустимо, а тем более подавать на категорию, потому что это первое базовое требование. Вопрос от Оксаны Александровны. Скажите, пожалуйста, в 40-часовую рабочую неделю входит обед или за вычетом часов, потраченных на обед? Нет, 40 часов это практической работы, и плюс обед, например, если я по полчаса обедаю, то я, соответственно, за 5 дней 2,5 часа прибавляю, 42,5 на 6 дней раскидываю, и тогда у меня в субботу получается, например, 3,5 часа, и я обед не ставлю, или 4 часа, соответственно. То есть часы не входят, мы должны плюсовать, плюсуем. Добрый день, с красным дипломом можно сразу модератора взять? Да, можно. Амина Айдар задает вопрос. Через сколько лет? У тех, у кого красный диплом, есть такой приоритет, вы можете получить модератора. Почитайте, пожалуйста, в правилах, вы сразу можете подать заявление на повышение категории. Дальше. Здравствуйте, у меня очень плохая связь, можно ли будет пересмотреть вебинар, вроде ведется запись. Да, запись ведется, вообще-то мы планировали, у нас всегда есть запись в Ютубе, я сейчас вам продемонстрирую, где мы можем посмотреть эти записи, я надеюсь, что сможем. Так, да, вот здесь спасибо, спасибо, Айдар Дулатович пишет нам, что да, запись будет, ссылку скинут в школу. Так, ага, я не увидела, Айдар Дулатович, ваше сообщение, спасибо, сейчас дам. Здравствуйте, на модератора нужны достижения, на Николаева Елена пишет, да, я уже сказала про это, обязательно, вот на том слайде, который я сейчас демонстрировала вам, да, там на модератора обязательно обобщение опыта на уровне организации образования, участия в олимпиадах, конкурсах и так далее, посмотрите более внимательно, почитайте, пожалуйста, я не зря вам сделала этот слайд, да, чтобы было понятно, и чтобы вы не рылись во всех документах, но в любом случае, прочтите, пожалуйста, правила аттестации, вам будет понятнее. Так, колледжу можно брать за 9-11 класс, Шинар пишет, Телгаринова, не совсем понятно, что это имеется в виду, что можно брать за 9-11 классы, если предполагается, что у нас в колледжах учатся дети 10-11 классов, они же после 9-го уходят, да, то, соответственно, программы, если речь идет об этом, если я правильно вас поняла, программы, которые предполагаются для учащихся, да, по профильному там, или про развитие карьеры и так далее, да, по психическому здоровью, конечно, мы можем брать, возраст тот же самый, неважно, где дети учатся, главное, чтобы эта программа соответствовала возрасту детей. Так, дальше, Шинар, подскажите, сколько конкретно вести журналов в колледже ежедневно с одногруппниками? Журналов ведется два по практической работе. Имеется в виду уроков, журналы уроков, это ежедневно, если вы говорите, у нас постоянные журналы, их два, журнал групповой работы, журнал индивидуальный, и если я в этот день иду на групповую работу, я фиксирую в журнале групповой работы. Если ко мне приходят на консультацию, или я встречаюсь с кем-то, провожу консультацию, педагог, родители ли это, или сейчас в дистанционном режиме, я фиксирую это в журнале консультации. Сколько журналов? Два журнала. Если есть необходимость у вас в учреждении вести какой-то журнал запросов, можете тоже вести, но, скорее всего, это будет не вами заполняться, а те, кто делает запросы. То есть педагоги или ребята, например, темы какие-то будут писать вам для запросов. Так, шуйская СШ. Консультации оказывают только по обращению личности? Смотрите, консультации у нас бывают плановые, они осуществляются по результатам диагностики. Вот, например, я провела диагностику профессиональных интересов и склонностей. После этого я могу провести групповую консультацию, но она будет плановой, и рассказать ребятам о результатах, в чем-то их повысить компетентность и так далее. А может быть, это по адаптации, когда я выявил у ребенка нарушение в адаптации или нарушение в функционировании познавательных процессов, в развитии, вернее, познавательных процессов. И тогда я этого ребенка беру на индивидуальную работу, на консультации, на коррекционную работу. Это тоже будет планово, понимаете? То есть результаты. Диагностику провел, после этого обязательно коррекционная работа или профилактическая. Не может быть диагностика ради диагностики. Диагностика всегда имеет выход. Выход на ребенка, выход на педагога, выход на родителя. Это обязательно. Мы проводим диагностику не для того, чтобы она у нас в папке лежала. И если я выявила недостаток, соответственно, я его должна корректировать. И, конечно, это будет плановая работа. Второй момент. Эта работа может быть внеплановая, по запросу. Когда я увидел или ко мне обратились педагоги с проблемой с какой-то, я это фиксирую как запрос. Когда ко мне родители обратились или дети с какой-то проблемой вне плана, это будет запрос непосредственно. Поэтому я надеюсь, что обязательно вы это будете учитывать. Кстати, в журнале консультации можно тоже выделить такой столбичек и отмечать для себя П плановая, З запрос. И тогда по итогам года вы поймете, сколько у вас в плановом режиме обращалось, а сколько по запросу. И если вы увидите, что у вас в плановом порядке очень мало, а по запросу очень много, это значит, что я не те вопросы поднимаю и не те вопросы изучаю, раз они не актуальны для детей. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это тоже внимание. Так, да, очень спасибо, слышно, всё ясно и понятно, спасибо большое. Что входит в тетрадь педагогических наблюдений? Рано пишет, да, смотрите, тетрадь педагогических наблюдений, это такой, не знаю, многие сейчас ведут их как папки, это тетрадь, в которой осуществляется руководство и контроль за деятельностью психолога. То есть, к вам, как и к любому учителю, на занятия на ваше, может прийти, да, какой-то завуч, и посмотрите, как же вы реализуете свои функции и задачи. Например, если в плане внутришкольного контроля стоит вопрос о результативности деятельности психологической службы с детьми группы риска, то, например, директор или завуч по изучению этого вопроса может прийти к вам на тренинг или на занятие и посмотреть, как вы задачу эту реализуете. И в этом случае эта запись ведется в тетради педагогических наблюдений. Кроме того, когда мы говорим об аттестации, да, у нас есть тоже там такие листы наблюдений, они вкладываются обязательно в портфолио, это как раз те листы, когда к вам ходят администрации, посещают ваши занятия. То есть вот все, что посещается, оно фиксируется в документации. Например, я пришла к завучу на консультацию по итогам года или к директору на собеседование, это тоже фиксируется в тетради педагогических наблюдений. Где-то в школе это ведется как тетрадь, где-то это ведется как папочка. Шинар пишет, но я не поняла, для школьных тоже общие. Шинар, уточните, пожалуйста, можете взять микрофон и проговорить, про что вы имеете в виду, потому что я, к сожалению, связь уже потеряла, о чем вы? Что для школьных тоже общие, про что общее имеется в виду? Документацию вы имеете в виду? Если про документацию, да, это одинаковые формы, то же самое мы осуществляем, что в школе, что в Типо. Ага, здесь пишут, что спасибо за информацию, все четко, ясно, все понятно, можно пересмотреть эфир, половину не услышала, да, Галина, можно, запись в Ютубе будет, и у нас будет, Айдар Булатович, если можно, скиньте ссылку, пожалуйста. К сожалению, сказать не можем, звук вы отключили. Поднимите руку, я дам вам, включите, я вам включу звук. Коллеги, кто хочет, да, пожалуйста. У меня звук включен, коллеги, вы можете включать, управлять своим звуком. Айдар Булатович, можно включить звук людям? Коллеги, мы вас включим, пожалуйста. Отключите свои микрофоны, кто не говорит, иначе он у нас будет невообразимый шум. Те, кто хотел сказать, вот, Асим Гуль хотела что-то сказать, пожалуйста. Здравствуйте. Да, да, да. Нет, я, вы просто спрашивали, все ли понятно, я просто хотела сказать спасибо, все понятно, все доступно. Спасибо большое за такую конференцию. Ну, это занятие школы нашей, да, это первое занятие, не совсем конференция, и у нас будет несколько еще занятий, я надеюсь, что они будут для вас полезны. Так, дальше у нас вопрос от СЗ, непонятно что, можно ли вести журналы электронно, а в конце учебного года распечатать и прошить, или лучше в начале года. Коллеги, поскольку мы сейчас работаем в дистанционном режиме, возможно, да, возникают какие-то трудности, что-то я делаю дистанционно дома, что-то я веду в журнале, вы можете по согласованию с администрацией как-то, ну, принять такое решение, да, это не запрещается, вы можете вести в электронном виде, в этом случае страницы пронумеровываются, да, и прошиваются, действительно, и утверждается печать, вот скрепляется, как это делается для обычных журналов, но тогда у вас должен быть единый журнал, коллеги, да, то есть он, нет журнала такого и такого, то есть если вы пришли к единому журналу в электронном виде, значит ведете в электронном, если в бумажном, значит в бумажном, или можно, смотрите, как делать, вклеивать в журнал, допустим, если я что-то в электронном виде заполняла, можно вклеивать потом журнал, хотя это нежелательно, потому что вклеивание может рассматриваться как замена информации, поэтому, пожалуйста, это предусматривайте. Так, здесь от Бахтияра Байгожина есть вопрос, в первом классе девочка часто плачет, живет с бабушкой малообщительно, мама ее бросила, у меня опыт работы маленький, подскажите, как быть с таким ребенком? Бахтияр, супер, что вы задаете этот вопрос, мы обязательно, у нас будет, смотрите, тема консультирования, да, и у нас будет время для разбора кейсов по консультированию, я вас очень попрошу вот этот кейс запомнить, и когда мы будем вопросы с консультированием разбирать, да, задать его, потому что сейчас у нас мы работаем чуть-чуть с другой темой, и это, ну, достаточно долго времени займет для того, чтобы разобрать полностью эту ситуацию, хорошо? Поэтому, пожалуйста, за... Можно вопрос, да? Да, да. Здравствуйте всем. Да, Александра, здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос, я вообще работаю, где-то полтора года у меня стаж, и вот такой вот вопрос, у меня диагностика, да, у меня получается где-то 27 класс комплектов, и детей где-то охват у меня 600-620 детей. Требуется полный охват детей, вот, допустим, проводится диагностика на тревожность. Насколько это правильно, что мы прям вот всех детей берем и проверяем, диагностируем. Всех детей вы имеете с 1 по 11 класс? Нет, допустим, да, получается у нас идут с 1 по 11, допустим, тревожность мы проверяем, чтобы вот прям если в классе 25 детей, чтобы мы все 25 добивались полного охвата. Во-первых, это очень времени много занимает, потому что дети не всегда бывают в классе все 25, да, и мы вот там двоих, троих, потом не бывает возможности у нас их бегать за ними. Потом, насколько это правильно, что мы именно вот проводим. Может быть, у него и нет в итоге этой тревожности, а мы на них тратим наше время, и мы можем, может, кому-то помочь в это время, а мы вот с этой диагностикой бегаем и обрабатываем, и вот. Слышу вас, Александр, спасибо, спасибо за вопрос. Первое, значит, проводим мы диагностику в зависимости от той проблемы, которая у нас возникает. На следующем занятии мы будем рассматривать систему работы психолога, и там будем смотреть, да, и мы пройдемся с вами на наших занятиях по каждым базовым направлениям и посмотрим, вообще целесообразно ли тревожность изучать, например, ну, не знаю, в восьмом классе, да, это целесообразно сделать в первом классе на этапе адаптации, в пятом классе на этапе адаптации, в десятом, например, да, когда мы экзамены сдаем, или когда это может быть причиной каких-то отклонений в здоровье или в поведении, да, вот тогда это целесообразно, то есть мы всегда смотрим и диагностику направляем на целевые группы, и методики направляем на целевые группы, это раз, да, то есть если я смотрю, допустим, изучаю способности или одаренность в начальной школе, то в одиннадцатом классе я их уже не изучаю, мне зачем уже их изучать в одиннадцатом классе, я их не могу развивать, а наша задача как психолога содействовать развитию, да, то есть я изучаю для того, чтобы как-то потом эту тревожность устранить, поэтому когда вы говорите, может быть, у него и нет тревожности, это, ну, не совсем верный подход, да, потому что наша задача как раз выявить группу риска, может быть, ребенок не демонстрирует эту тревожность, потому что она скрытая, да, эта тревожность, поэтому на каких-то этапах обучения изучение тревожности является обязательным, да, и это очень важно. Дальше. Стоит ли добиваться участия всех? Первое. Мы проводим групповое обследование, я говорила, у нас есть журнал групповой работы, в которой мы отмечаем, что ребенка не было, да, это не значит, что я должен бегать за всеми и добиваться стопроцентного охвата, не было ребенка, возможно, ну, не было, если только, если только, исключения составляют случаи, когда у ребенка проявляются какие-то отклонения в поведении, да, в эмоциональном состоянии и так далее, вот тогда я должен обязательно добиться, чтобы этот ребенок какие-то обследования прошел, да, то есть смотрите, опять же, когда я в групповом режиме, конечно, по максимуму охватываю, говорю, так, у нас сегодня кого нет, если есть возможность, если много нет детей, есть у меня возможность, я их могу дополнительно собрать потом, но в целом, да, это не значит, что я должен целый год бегать за одним ребенком, например, да, так же, как на уроках у нас, кто-то отсутствует, кто-то присутствует, понятно теперь, Александра, да, я ответила на ваш вопрос? Да, это все понятно, да, спасибо, просто помимо диагностики, у нас же потом должна быть и коррекция идти, а мы только вот на этом этапе диагностики, и очень много бывает такое, что выявишь, а кто-то, и, может, и не готов, не настроен отвечать, кто-то, может, просто решил там подшутить, так ответил, в этом случае, в этом случае, спасибо, Александра, еще раз, вам нужно с администрацией определить приоритетные направления, что я диагностирую, объяснив, что я тогда коррекцией не занимаюсь, да, мне нет времени, то есть у меня 18 часов уходит на диагностику, и тогда я вот при собеседовании с директором определяю приоритетные направления, например, я беру диагностику в определенных классах или определенный объем какой-то ограниченный, да, и уже организую коррекционную работу, действительно, у нас работа психолога не ради диагностики, а ради коррекции, посмотрите на задачу, да, нашей психологической службы. Так, спасибо, здесь, если мы получили красный диплом в прошлом году, это, наверное, Камила пишет про тестацию, да, я уже сказала, мы можем подать на модератора. У меня диплом магистра, пишет Зарина, могу ли я досрочно получить категорию модератора? Коллеги, по магистрам, по-моему, да, но вы, пожалуйста, уточните, я могу ошибаться, да, вот вы прочтите сами очень внимательно, потому что я на этом, к сожалению, не фиксировалась, да, у меня не было задачи именно по магистрам найти, но, насколько я знаю, по-моему, магистры там имеют какие-то льготы. Так, какие достижения детей могут быть у психолога? Марина пишет вопрос. Хороший вопрос, Марина. Например, у нас есть на сайте Киа, да, олимпиады, ну, например, ВКО есть, да, такие, может быть, у вас тоже есть в регионе центры Дарын, которые проводят олимпиады для школьников, и там есть в том числе олимпиады по психологии, и вы можете с ребятами готовиться, и дети могут принимать участие. Далее, у вас могут быть какие-то научные конференции детские, и там вы можете, например, представлять проекты дети, когда представляют проекты, научный проект по теме такой-то, психологическая секция там тоже есть, и там есть возможность заявить о себе и показать, что ваш ребёнок потом занял какое-то призовое, например, место. Кроме этого, если у нас нет детей, то мы можем участвовать сами в конкурсах. У нас тоже есть олимпиады, да, разные, и у нас есть конкурсы профессионального мастерства, в том числе, если у меня нет конкурсов учащихся, по крайней мере, я могу проявиться как педагог-психолог. Так, дальше смотрим. Информацию по опросникам разных, Шинар. Вот я опять потеряла связь с тем, что вы говорили выше, я уже не помню, у вас, если есть возможность, вы возьмите микрофон, пожалуйста, проговорите. Так, Жебек пишет, образование есть, но прошла переподготовку, тоже нельзя подать на категорию. Извините, а можно вопрос? Да, да, давайте вот с этим тогда вопросом. Сейчас Надя рада, правильно? Да, да. Чуть-чуть, две секундочки, я вот по Жебек всё-таки хочу уточнить. Не совсем понятно, образование психологическое есть или педагогическое? Если у вас нет психологического образования, вы не можете подать на категорию. У вас должно быть обязательно психологическое образование. Посмотрите, пожалуйста, ещё раз, я могу, конечно, где-то ошибаться, может быть, да, но 338 приказ, вот который у нас тоже перечислен на втором слайде в нашей презентации, пожалуйста, на него обратите внимание. 338 приказ требования к квалификации. И вы там увидите, да, ответ на этот вопрос. Теперь, Надяра, я слушаю вас. У меня такой вопрос. Вот с этого года, 20-го года, с января месяца у нас открылась в школе КПИ, кабинет поддержки инклюзии. У нас учатся дети с диагнозом аутизм, только аутизм. И сейчас вот у нас как бы тьютеры у них индивидуально, каждого ученика есть тьютер. И сейчас они требуют, чтобы психолог тоже работал. Это получается, ну, мы вот должны работать с такими детьми. А так как у нас нет образования, ну, как, это же надо учиться, чтобы с ними, это же не просто вот так пойти, тест у них взять или там рисуночный тест. С ними нужно работать. И документацию, какую мы должны с ними, вообще мы должны с ними работать или нет? Смотрите, Надяра, во-первых, это опять же регламентируется, смотрите, внутренними локальными документами. Если в вашей школе такие классы есть, то, скорее всего, на эти классы специальные должна быть выделена дополнительная ставка или нагрузка. Соответственно, психолог, который работает в этих классах, он должен пройти обязательно курсовую преподготовку. В-третьих, детей с аутистом, с аутизмом, да, с раз, их не тестируют. С ними только проводят коррекцию, профилактику. И, скорее всего, в индивидуальном порядке. Поэтому, если в ваших должностных инструкциях записано это как обязательное направление, и вы его курируете, то, соответственно, вам нужно с администрацией выйти на контакт, да, что вам нужно для того, чтобы в этих классах работать, и каким образом вы будете эту деятельность осуществлять. Потому что для работы в классах с такими детьми обычно дополнительная оплата еще производится. Поэтому вам нужно вот эти моменты обязательно обсудить. У нас есть, смотрите, вот этот 77-й приказ, о котором я сегодня тоже говорила. Там расписано, сколько ставок, и в том числе написано пояснение к приказу, если у нас есть специальные классы и коррекционные классы. То есть дополнительная нагрузка на психолога, и тогда вы, соответственно, должны обладеть определенными компетенциями. Я знаю, что у нас в ЭКО есть опыт, допустим, классы для слабослышащих, для слабовидящих, и психолога обязательно обучают, прежде чем его направить туда работать. Поэтому, пожалуйста, вот этот момент вам необходимо обсудить с администрацией школы и посмотреть на локальные документы, в которых регламентировано, что вы должны делать. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, такой же вопрос. Какие достижения могут заработать дети? Я ответила. Так, Амина, вопрос. У меня есть один ученик третьего класса. Три класса сменил, теперь требует его взять на психологическую работу. Как мне его фиксировать и сколько раз в месяц? Обыкновенно фиксировать, Амина. Сколько работаете, столько и фиксируете. И не сколько раз в месяц, а сколько раз в неделю, скорее всего. Потому что если дети требуют коррекции, то это как минимум один раз в неделю мы встречаемся, как минимум, да, на индивидуальную работу. В том числе этот ребенок участвует в какой-то групповой, возможно, коррекционной работе. Не важно, сколько он классов сменил, не важно, сколько школ. Важно выяснить, в чем причина и работать с причиной, да. А сколько раз в месяц? Сколько работаете, столько и фиксируете. Я же не фиксирую, когда я не работаю. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Еще один вопрос в школе, сколько журналов нужно вести. Я на этот вопрос ответила. Если кто-то не помнит или не слышал, присмотрите, пожалуйста, записи эфира. С нулевым классом мы тоже работаем, Айдана пишет. Да, это участники образовательного процесса, поэтому с нулевыми классами мы тоже работаем. Но там задача развития и подготовка их к школе, поэтому в соответствии с теми задачами, которые стоят, и организуем работу нашу профилактическую и развивающую. Галина пишет. Какую документацию ввести во время дистанционного обучения? Всю документацию, которую у вас есть, вы ведете. Независимо от формы обучения, содержание мы должны фиксировать. Единственное, что журнал консультации, журнал групповых форм работы может быть электронным. Точно так же и разработки, вы их так же набираете, так же они у вас хранятся. Когда вы приходите в школу к штатным классам, вы распечатываете, вкладываете, если это необходимо. То есть такую же документацию, а как вы хотели. В любой форме мы должны подтверждать свою работу. Извините, можно вопрос? Да, да, Айгерин. Здравствуйте, спасибо еще раз вас. У меня такой вопрос, например, диагностики по суицидальному поведению дистанционно. Как мы можем провести? Там же есть такие вопросы конкретные. Например, были ли у вас такие мысли? Айгерин, слышу вас. У нас будет отдельное занятие по профилактике суицида, по укреплению психического здоровья. И мы там будем рассматривать прям все аспекты, как проводить, в том числе в дистанционном, как использовать, как профилактику осуществлять, как коррекцию. Поэтому давайте не в рамках сегодняшнего вебинара, но ответ будет. Хорошо? Спасибо. Так, дальше. Документы для работы в предшколе и мини-центре. Не пойму, Светлана, о чем этот вопрос и вопрос ли это. Так, для работы в предшколе и мини-центре. Если я работаю, независимо от того, в предшколе я работаю или в мини-центре я работаю, и все равно это фиксирую. Я же в мини-центр ухожу на групповую работу. Неважно где, в группе ли я, в предшкольном классе. Я записываю, так же фиксирую. Точно так же, как и со школой. И так же, как в колледже. Так, Галина пишет. Если ко мне обращаются за помощью, мне нужно брать заявление с обращаемого? Нет, Галина. Заявление нам нет необходимости брать. У вас может быть устное обращение, или даже по телефону доверие может быть обращение. Ну, мы не прокуратура, да, и не какой-то государственный орган, который ведет учет заявлений. Наша задача выявить запросы, выявить проблемы и уже осуществлять коррекцию. Поэтому, пожалуйста, не нужно никаких заявлений. Тем более, с тех, кто к вам обращается добровольно. Ага. Добрый день. Не мешало бы всем повторить. Спасибо, 4-я школа из Каменогорска. Имеется в виду вебинар этот, или что имеется в виду повторить? Так. Опять Досова, да, в мини-центре какие документы надо ввести? Те же самые документы, коллеги. Мини-центр – это часть школы. Мы также фиксируем, ту же документацию ведем, групповую работу фиксируем, индивидуальную работу фиксируем, также план работы составляем, также тренинги прикладываем, также программы прикладываем. Ничего не исключается, все так же. Так, Галина, кто ответственный в школе за педконсилиум? Коллеги, это определяется локальной внутренней документацией, директор распределяет ответственность за консилиумы и может определить вас председателем педагогического консилиума. В этом случае вы будете ответственны. Или, может быть, это завуч, да, он будет отвечать за консилиум. То есть это зависит опять от внутренних документов. Пожалуйста, посмотрите, если это в локальном акте закреплено, и вы ответственны, значит, вам нужно поднять задачи педагогического консилиума и все положения детьми, которые требуют особых подходов, и уже работать в соответствии с этими положениями. Так, Лаура пишет. Добрый вечер, хотела уточнить, журналы нужно заверять? Да, журналы утверждаются на начало года. Они прошиваются, страницы нумеруются. В начале первая страница утверждается обязательно. Лучше, чтобы это были тетради, а не папки. Так, дальше. Некоторые дети, Дарья пишет, не хотят участвовать в диагностике и тестах. Можно ли их заставлять? Ну, естественно, вопрос мотивирования, да, такой отдельный вопрос. Но, скорее всего, это умения наши профессиональные. Почему я, как я умею объяснять, почему это важно? И, например, если я провожу диагностику, а потом детям ничего не говорю об этом, например, провела по профориентации и им не рассказала, завтра они вообще не согласятся, скажут, что он не рассказывается, нас не информирует, да, соответственно, это может вызвать какие-то препятствия. Извините, можно, это вот я задала этот вопрос? Да, 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 Дарья. Вы знаете, мы им все объясняем, рассказываем, но они находят интерпретацию теста сами в интернете, находят, для чего нужна эта методика и так далее, и говорят, что они не хотят, чтобы мы видели их результаты. А вы объясняете, что это конфиденциально и что это нужно для их продвижения по, ну, так сказать, в образовательном процессе? Да, они против и даже говорят, что, типа, будут там родителям где-то жаловаться, классным руководителям, вот, ну, конечно, у нас немного таких. А Дарья, смотрите, что жаловаться будут родителям, в том, что вы изучаете профессиональные интересы или в том, что вы изучаете адаптацию, в чем жалоба? То есть ваша задача, когда вы проводите родительские собрания, да, с родителями в том числе встречаетесь, информировать родителей, например, когда первый раз дети в школу пришли, вы на первое собрание, первый класс пришли, рассказали о том, что у вас есть психологическое сопровождение на протяжении всего обучения ребенка в школе. И в первом классе вы, например, изучаете то, 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 во втором то, то, то. И, возможно, даже в некоторых школах родители подписывают такое согласие, да, информированное согласие. Да, 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 с этим мы слышали, да. Потому что они могут согласны, да, чтобы психолог помогал им и ребенку развиваться в учебном процессе. В этом случае, ну, жалуются, жалуются. Ну, вот это именно сейчас вот при дистанционном обучении мы столкнулись, потому что я в этом году только устроилась на работу. До этого говорили, что особо таких проблем не было. А сейчас мы собираем все тесты, просто игнорит, а кто-то говорит, что он просто, ну, не будет этого делать, потому что, говорит, я все знаю. Допустим, методика «Кактус» говорит. Ага, Дарья, замечательно, что он знает. Я бы тоже хотела знать, потому что нам нужно организовывать образовательный процесс. Да, конечно. То есть мне, как психологу и учителю, тоже важно знать, чтобы учитывать какие-то ваши индивидуальные особенности. То есть здесь вот умение все-таки, наверное, аргументировать, да, находить вот такие аргументы для того, чтобы они пошли на контакт. Второй момент еще есть такое. Как я собираю данные? Если они доступны другим, то, конечно, многие ребята… Нет, нет, это все… Нет, индивидуально в личные сообщения все отправляют, все это отрегулировано, даже есть… Ну, то есть специально чаты отдельные, я прошу каждого в личку, чтобы отправляли. Если кто-то хочет, по его желанию, пусть отправляют в общий чат. То есть мы не запрещаем. Хорошо, хорошо, Дарья. Единственное, что еще хотела бы сказать, да, мы говорили, у нас есть семинар по дистанционному обучению, мы говорили, что в дистанционном режиме мы используем минимум диагностики, потому что, как таковое, оно не дает результата, да. Поэтому, пожалуйста, посмотрите вот этот вебинар, я покажу сейчас вам, где это можно найти, и, может быть, еще какие-то ответы… Ну, у нас просто есть план от отдела образования районного, который нас требует, чтобы мы обязательно выполнили и все, то есть там минимум, не минимум, дали, сделали. Понимаю, понимаю, но тогда мы не можем заставлять детей, те, кто участвует, те и участвуют. Все, спасибо большое. Вы ссылку в чат отправите, да, на вебинар? Да-да-да, я сейчас и покажу еще. Асель, есть ли конкретный алгоритм работы с детьми с трудным поведением, какие-то анкеты, тесты, методики? Асель, да, у нас будет вебинар по работе с трудными детьми, если вы будете в школе, в этой систематически заниматься, то вы найдете ответы на эти вопросы. Кто спикеры будущих вебинаров? Ну, у нас команда на русском языке и на казахском языке, спикером являюсь я, Куземка Лилия Петровна, и Елена Грошева, да, которая также член нашей команды, на русском языке будем мы, на казахском языке два других специалиста. Не знаю, почему важно, да, это для вас? Здравствуйте, я задала этот вопрос. Ну, нам очень интересно послушать, чей опыт мы слушаем, то есть имя, ваши, фамилия, это понятно, но где вы преподаете или просто курируете какую-то, может быть, школу, может быть, институт, то есть вот в таком формате могу представить? Понятно, о себе рассказать немножко могу. Я педагог-психолог, практикующий психолог, национальный тренер по различным вопросам, в том числе по оказанию психологической помощи в период COVID, да, и психологам в том числе. У меня 8 лет стажа работы в методическом кабинете, 5 лет в отделе образования, да, то есть я курировала деятельность психологических служб города, автор различных пособий и рекомендаций для психологических служб области и, ну, в некоторых сферах в республике, да, и, ну, что еще сказать, практикующий психолог в школе, у меня 16 лет практики в школе, непосредственно психологом, поэтому, ну, вот как-то так, если для вас это что-то скажет. Спасибо, да, конечно, скажет. И наши, мои коллеги тоже, я вас уверяю, ну, имеют огромный опыт по координации деятельности, организации методической работы и практический опыт работы в школе. Нет, я ни в коем случае вашей компетентности не усомнилась, просто нас добавили в группу, и никто не представился, что за группа, кто курирует эту группу, кто ее организовал, поэтому это чисто любопытство. Хорошо, хорошо, мы учтем, спасибо большое. Спасибо вам, Елена. Так, есть ли конкретный точный перечень документов, которые должны находиться у педагога-психолога? Еще раз, вот, Арзуметова, Шаш Тобе, да, вот, это к вопросу о нашем вебинаре сегодняшнем. В самом начале мы говорили о нормативной документации, затем я перешла к требованиям к введению документации. Они отражены в правилах деятельности психологической службы. На слайде нашей сегодняшней презентации есть, да, 9 папок, которые отражены здесь, я сейчас вам еще раз покажу. Вот они, правила деятельности психологической службы, которые разрабатываются в регионах, и вот они, документы. Я об этом говорила, 9 базовых папок, которые должны быть обязательно. Кроме этого, дополнительная документация, да, вот о которой я чуть ниже говорила. Да, вот, пожалуйста, внимательно изучите, вам материалы будут разосланы, еще раз вернитесь к этому материалу. Вот можно взять этот перечень в правилах деятельности психологической службы вашего региона или на нашем слайде. Здравствуйте, если при школе есть мини-центр, с ними тоже работает школьный психолог. В инструкциях написано, что вы курируете мини-центр, вы работаете с мини-центром. Обычно на мини-центр тоже дополнительные ставки выделяются, да, 0,5, например, ставки. И, соответственно, этот человек это направление курирует. Поэтому вы, пожалуйста, определитесь с администрацией, этот вопрос согласуйте, да. Должен, не должен, у вас есть должностные инструкции, которые вы подписываете. В них все прописано должно быть. Я не зря на это обращала. Так, вопрос, можете ли вы порекомендовать ряд тестов и методик для диагностики, Надира? Да, у нас будут рекомендации по методикам, в том числе по коррекционным и диагностикам, по разным направлениям в рамках наших занятий по различным направлениям, в том числе адаптация, профориентация, одаренность, дети трудные, педагоги и так далее. То есть просто посещайте наши занятия, и вы увидите, мы будем это рекомендовать. Так, Марина пишет, сейчас необходимо, чтобы родители давали согласие на проведение работы с ребенком, то есть разрешение, если родители отказывают. В этом случае мы не препятствуем, не хотят, не надо, они пишут отказ. От работы на первой нашей встрече, да, и тогда уже я, когда диагностику или там работу какую-то провожу, соответственно, у меня прикладываются эти материалы, ну так сказать, для самозащиты, да, потому что если какие-то случаи у нас происходят в школе, не дай бог это, документацию по всем детям. И если по какой-то причине ребенок не участвовал в обследовании или в коррекционной работе, то нужно обязательно подтверждение. Согласие, да, многие школы берут, но я вам вот что скажу, коллеги. Очень важно понимать, что мы с вами находимся, войдя какие-то исследования базовые, например, по профориентации или по адаптации, никаких прав ребенка не нарушаю. Более того, я создаю благоприятные условия для развития ребенка, и это не может быть препятствием или ограничением в проведении моей работы. Но если функции, здоровье, да, или еще какие-то особенности, какие-то специфические особенности, которые, допустим, требуют какого-то особого отношения, прописаны в кодексе о здоровье, если используем и опросники, вот тогда мне требуется разрешение обязательно. А так дети старше 14 лет могут обращаться на консультацию сами, а мы с вами, не забывайте, что мы выполняем такую же работу, консультации с детьми, это та же просветительская деятельность, как и педагоги на классных часах рассказывают нам что-то, да, мы же не пишем, что, или там родители же не отказываются. Вы когда проводите первые встречи с родителями, вы об этом тоже обязательно говорите. Так, дальше, Аюм пишет, здравствуйте, у нас в школе есть дети ЗПР, ДЦП, должна ли я индивидуальный план работы делать? Да, детям с особыми потребностями обычно предполагается индивидуальный план маршрут сопровождения. Если у меня нет инклюзивного образования, не оплачивается. Ну, в этом случае вы должны посмотреть на вашу нагрузку. Если у вас 18, допустим, я должна 18 часов на ставку работать, неважно с кем. С инклюзией я работаю, с ДЦП, с задержкой, неважно с кем, да, я должен обеспечить хотя бы 18 часов практической работы. Пропишите это в вашей должностной инструкции, возможно, как-то вопрос у вас с оплатой поднимется. То есть это ваши вопросы. Так, Айман, в каких случаях психолог спрашивает согласие на диагностику? Я надеюсь, что я уже ответила. Айдана, спасибо, ждут следующего занятия. Ага, Шинар пишет. Спасибо большое. Коллеги, спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши вопросы. Мы отработали с вами фактически 2 часа. Я на занятии. Хочу в завершении нашего занятия показать вам возможности, которые вы можете использовать. Итак, смотрите, мы все наши трансляции, уроки, занятия, вебинары для детей, для родителей, для педагогов, для вас лично размещаем на канале, YouTube-канал, посмотрите, Ментал-центр Казахстан. Да? Вот такая страничка, и у вас выйдет подписаться, вы можете подписаться, да, и там будут размещаться уже, будут размещаться все вебинары. В том числе, смотрите, если вы зайдете в плейлист, но на телефоне она выглядит немножко иначе, а вот зайдите в плейлисты, и вы тогда увидите, что у нас здесь есть отдельный плейлист вебинаров для педагогов-психологов. Если мы туда зайдем, то мы увидим все вебинары, как для вас, и у вас, коллеги, будет домашнее задание посмотреть один из вебинаров. Звучит он вот так. Планирование работы психологической службы с учетом формата дистанционного обучения. Сейчас я скину для вас ссылку в наш чат. Так, у меня грузится. И до следующего занятия мы должны с вами посмотреть этот вебинар и подготовить вопросы, которые у вас возникнут по планированию. Понятно, коллеги? Вот это будет домашним заданием нашим. Теперь мы вернемся назад. Еще некоторые моменты. Так, минутку. Смотрите, у нас есть такой плейлист «Советы психолога». Здесь вы тоже можете найти занятия для родителей и для детей по различным темам, в том числе про психическое здоровье, про адаптацию, про интернет. Можете использовать уже в качестве ссылок, то есть кидать это родителям, детям, уже по реализации каких-то ваших направлений психологического сопровождения, особенно в дистанционном режиме. Ну и, соответственно, материалы на русском языке и на казахском представлены. И я сейчас вам кину ссылочку, вы сможете посмотреть. Эта ссылка, пожалуйста, ее скопируйте. Ага, спасибо за этот канал, подписалась, приходят сообщения о новых вебинарах. Да, Жбек? Ага. Тема касается планирования. Если вдруг вы по ссылке по вот этой не можете зайти, сейчас можете ее с чата скопировать, то вы можете просто зайти на этот канал, открыть плейлист и найти требования к планированию. У вас будет доступ. Так, значит, коллеги, на этом, я надеюсь, у нас вопросы все закрыты. Информацию по домашнему заданию я вам дала. Следующее занятие у нас, по-моему, 10 декабря, если я не ошибаюсь. 10 декабря, поэтому, пожалуйста, дайте себе вопросы, мы начнем с обсуждения. Хорошо? Да, 10 декабря в 15.00 ваша группа собирается. Коллеги, у меня большая просьба. Правила пользования чатом. У нас чат, в чат мы будем закидывать информацию о вебинарах, в чат мы будем закидывать презентации, в чат мы будем давать предупреждение, если что-то не произойдет, как у нас в понедельник, пишите в чат, спасибо, пожалуйста, здравствуйте, добро пожаловать, и всякие картинки. Чат только для рабочей информации. Вы сами себе усложняете потом поиск информации. Используйте чат только для нужных вещей. Если у вас вопрос личный, пишите о райлом, которая данной школы. Если у вас личный вопрос, но если у вас вопрос касается всех, то вы можете в чат закидывать. Но, пожалуйста, не нужно никаких значков, улыбок, смайликов и так далее. Каждый из вас смайлик напишет и чат искать, а где же ссылка на вебинар, а где же ссылка на презентацию. Мы чат создали для вашего удобства. Мы не закрываем его для комментариев, потому что, чтобы вы могли срочную информацию что-то спросить. Пожалуйста, давайте не будем создавать самим себе сложности. Спасибо всем за внимание. Следующий вебинар у нас 10 числа. Мы не будем давать вам программу заранее, потому что мы программу подстраиваем под вас, под ваши вопросы. И, конечно же, время и дату мы подстраиваем под наших тренеров. Все наши тренеры – практикующие педагоги-психологи. У них тоже работа идет. Но, как вы знаете, все вебинары у нас лежат на YouTube-канале. Подписывайтесь на YouTube-канал, и вы тогда будете получать уведомления о новых поступлениях, о новых видео. Вы всегда там сможете все пересмотреть. Кстати, Лилия Петровна, вы рассказывали о том, что на YouTube-канале лежит материал для родителей. Показывали, да, великолепно. Там есть материал для родителей, там есть материал для учащихся. Вы можете рассылать эти ссылки, чтобы ваши родители и учащиеся могли получать эту важную информацию, просматривать, когда им удобно. Поэтому, опять-таки, в чате нам, чтобы отмечаться, что вы из той-то школы, тоже, вот здесь даже чате в зуме, что из такой-то школы тоже не нужно. Мы ни за кем не следим. Школа – дело добровольное. Школа создана для того, что мы получали очень много вопросов от психологов с небольшим статом. Поэтому мы школу создали только для того, чтобы ответить на ваши вопросы, помочь вам. Не нужна вам школа, не участвуйте. Вот еще я хочу сказать, что сегодня кто-то вышел из чата школы психолога. Я задала этой коллеге, почему вы вышли? Она пишет, что ты обучаешься в школе НАУА, но почему бы тебе не остаться в чате? Потому что ты будешь получать ссылку на эти вебинары, будешь получать презентации, совсем не обязательно. Мы же не отслеживаем, кто зашел в зум, кто не вошел в зум, кто был с нами в ютубе, не был в ютубе. Нам эта информация не нужна, потому что мы считаем, что эта информация полезная тому вам, прежде всего. И если она вам нужна, вы подчеркнете. Нет? Нет. Поэтому еще раз предупреждаю, что вы можете пользоваться всей информацией, не посещая эти наши зумы. Есть для этого ютуб. Почему мы зум все-таки вам рекомендуем? Потому что у вас есть самая главная важность участия в зум, ну, если не получается, через онлайн ютуб. Поэтому поздравляю вас с началом школы и ждем вас на следующих вебинарах. Всего доброго. Спасибо большое. Да, коллеги, хорошего всем вечера и до новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.